Всем привет! Это музыка на все времена, которая живет специально для вас. Я Александр Адратонтов. Герой сегодняшнего выпуска Влад Валов. Человек, который не нуждается в особом представлении. Поэтому мы сразу перейдем к интервью. Влад, привет! Привет! По твоему мнению, музыка на все времена у нас существует? Или у каждого поколения своя музыка? Может быть даже не просто поколение, а именно возраст каждого человека? Подростковый, средний и так далее. Как ты считаешь? Музыка на все времена, конечно же, существует. Во-первых, музыка – это гармония души, это гармония космоса. Это гармония, которая вокруг нас. Иногда из семи нот, всего семь нот, но эти семь нот, они будут складываться в красивейшие картины, в красивейшие гармонии, в красивейшие мелодии. И эти мелодии, они вечны, если это красиво. То, что красиво, это красиво всегда. Человек, он хоть и меняется, голова может стать когда-то больше, чем ноги и руки, но все равно мелодия будет сопровождать человечество. С самого начала она сопровождала и будет сопровождаться до самого конца. Поэтому музыка, она вечна. А красивая музыка, она вечна не только в этом мире, а во всех мирах. Влад, в твоей жизни есть музыка, которую ты бы назвал своей, которая сопровождает всегда тебя в жизни? Музыка на все времена для тебя? Так уж случилось, что моя профессия связана тесно с музыкой. Поэтому я стараюсь не привязываться к какой-то определенной мелодии, не типа определенной гармонии, а все время искать. И поверьте, очень много красивой музыки вокруг. Пытаюсь все время создавать что-то новое. Хотя уже новое очень сложно создать, конечно же, но я стараюсь. Поэтому определенной мелодии, которую я выхожу и напеваю каждое утро, ее нет. Не существует. Вот в поиске нового, да, то, что ты пытаешься создать новое, как ты думаешь, пересечение разных, скажем так, музыкальных культур, и не только музыкальных, а вообще культур, оно может дать что-то новое. Вот есть яркие, на мой взгляд, примеры, которые меня сопровождают в жизни. Это может быть Михей Сергей Голанин, да, песня «Дети большого города». Или может быть Аэросмит и Ран Дем Си, да, или там, и Кедрок с ним еще записывался. Или даже ты с группой лицей, да, записался. Вот это пересечение разных направлений, оно может дать что-то новое, как ты считаешь? Ну, конечно же, вообще хип-хоп культура, вообще хип-хоп, как музыкальная составная культура. Прежде всего, это культура музыки, которая миксует все и везде. То есть, здесь главная бит, бит – это сердце, да, и дальше с этим битом может сочетаться очень хорошо любая, любой другой жанр. Например, рок, шансон, кантри музыка, я не знаю, классическая какая-то музыка, все что угодно. Если есть бит, есть понятие того, что этот бит, ну, хип-хоп бит, он создан для того, чтобы все вокруг пытаться, ну, микшировать, собирать воедино. И поэтому так уж получилось, что хип-хоп, как молодая музыка, она говорит, эй, там, рок-музыканты, давайте попробуем что-то вместе сделать. Так у нас получилось, что не только Ран Геймс и Али Смит, а там были, по-моему, сотни. Ряд ли самые яркие. Да, там все, там, и Bayer Hazard участвовали, и Clawfingers, и Metallica, и так далее, и тому подобное, с известными рэп-исполнителями. Помимо, там, рок-музыкантов, там, известных, также были и известные рэп-исполнители, и вот это вот слияние, это всегда интересно, интересно слушать и с одной, и с другой стороны. Я хочу сказать, что энергетика, просто энергетика нашей музыки, она заставляет двигаться, то есть она дает движение, ну, потому что в основе лежит ритм, понятно, да? Если в основе рок-музыки, все-таки, лежит риф гитарный, то в основе рэп-музыки звучит, конечно же, ритм. Под этот ритм можно танцевать, на нем можно читать, его там, аранжировывать можно, и так далее, и тому подобное. Вот, в основе поп-музыки, например, лежит мелодия. Ну, хук, припев, который бы потом напевали все подряды, это вот то, о чем мы говорили. Хотя, все это так уже переменилось, и вот любое слияние это хорошо, я считаю. Просто есть очень много неграмотных слияний. Вот эти вот неправильные слияния нужно найти, сделать какой-то комитет и всю некачественную музыку в России ликвидировать. Потому что ко мне вот приезжают друзья из штатов, там, из Европы, ну, музыканты такие с мировыми именами. Такие послушали наше радио, посмотрели те ТВ и говорят, Владлина, почему столько много певцов, так много в России певцов, кто фальшиво поет? Я не знаю, что ответить им. Ну, куда смотрят каналы, что они там. Представьте, вот, нас награждают певцов каких-нибудь. Их много, скажем там, процентов пятьдесят таких певцов награждают, которые там поют фальшиво. И, ну, просто элементарно фальшиво поют. И, как бы, это нормально. Такое ощущение, что русские не слышат это. Ну, хотелось бы, чтобы у нас все это качество не было. И я стараюсь. Я стараюсь от себя, ну, тоже, хотя бы в рэд-музыке, хотя бы в хит-копе сделать так, чтобы люди, чтобы у нас все-таки покачественнее все это было. Хотя, хочу сказать, что средства масс-медиа должны уделять очень серьезное внимание таким вот вещам. Ну, для этого должны работать там профессионалы тоже. Когда информационное поле открыто, для любого, кто хочет стать исполнителем того или иного жанра, это хорошо? Или они затеняют собой действительно таланты? Да нет, это все очень смешно. Например, Сява, это же проект. То есть, это очень такой, я знаю просто его лично. Человек очень интеллигентный. Ну, он и сейчас считается как бы действующим проектом. И все, что он делал, это чистой воды обман в масце. То есть, он надевал маску на себя, как бы, и пытался всем видам демонстрировать, что он там колхозник. Самый такой гопник колхозник. Шоу. Да, шоу. Вот. На самом деле, он совершенно другой, нормальный человек. И я это воспринимаю как часть КВН. Ну, то есть, это не рэп-культура. Это совершенно не рэп-культура. Это не хип-хоп. Это такой, ну, это КВН-проект. Это то же самое, что сейчас в комедий-клаб взяли бы и записали рэп. Ну, то есть... Но у них есть вот эта пародина. Да, я не могу это отнести к своей культуре, потому что точно так же и Киркоров могу сейчас рэп записать. И это не значит, что он станет лучшим рэп-исполнителем. Ну, к году. Его так могут назвать только те люди, которые вообще не знают, что это такое. Ну, то есть... Ты назвал Сяуу, просто я его к хип-хопу не отношу. Назвался Фейса. Ну, Фейс такой вот... Я уже говорил, что... Просто... Есть... Разный... Разная аудитория, которая слушает разных. То есть, это аудитория школьники. Его аудитория это школьники. Так он сам, по-моему, недавно в школу закончил. Да, его аудитория это школьники. Это школьники, которые сейчас в таком возрасте, когда хотят доказать своим родителям, что им все можно. В данном случае, средства масс-меди подхватили, его какой-то вот этот клип, где он там про бургеры или про что он там читает. Вот. И это самое... Попытались... Ну, то есть, создали вокруг него некий ажиотаж. То же самое, как и Оксимирон с Гнойным там, ну и так далее. Это все ажиотаж создали сами, средства масс-меди. Но, как рэп-исполнитель он никакой. Как имидж. Имидж мне не нравится, потому что у него эмо. Такой, вместе с унисексом. Такой непонятный. Ну, то есть, сейчас все больше и больше таких вот людей, которые отходят от канонов хип-хопа, рэп-музыки. Ну, скажем, или наоборот хип-хоп, как я сказал, что он привлекает разную музыку, так же и разные культуры. И вот такое ощущение, что чувак там был в тусовке эмо, и его привлек рэп, он стал пробовать рэп читать. То есть, опять же, такую грань ставлю, это не хип-хоп. Рэп-фэп там. Загранит. Все. И когда меня вот спрашивают часто, а вот этот, а тот, а так далее. Ну, хочется сразу спросить, ну, почему бы нам не сделать вот разделение на какие-то. Потому что вот представьте себе шансань, если сейчас начнут рэп читать. Все подряд. Ну, сейчас рэп, в общем-то, он покрыл всю нашу страну. И я это предсказывал еще в 90-х, когда меня никто не видел в этом. Я сказал, что рэп это большая поляна для всех поэтов. И сюда полезли из всех дырак. Рядом близлежащая культура. Если раньше было четко там рок, то сейчас рокеры скорее себя проявят через рэп. Поэтому они начинают делать альтернативный как рэп. Но здесь я хотя бы понимаю, здесь целая ниша есть. И я рад этому. То есть между рок и рэпом есть диалог, мы его долго ведем. Но также есть и с шансонами. И вот что-то промежуточное должно рождаться рядышком, около хилхоповое. И это могло быть достаточно интересным. Но когда люди не знают, как назвать это, да, и все называют рэпом, меня от этого воротит. Я еще не люблю, когда любые там стихи, перебранки, да, там друг с другом пытаются стихами говорить какие-нибудь очень уважаемые. Рифма типа ботинки, полуботинки. Да, уважаемые по типу люди. И это все называется рэп-баттл. Нет, они еще не рэп-баттл называют, а рэп-баттл. Рэп-бутылка. Все это рэп-баттл называется. Причем здесь рэп? Ну то есть давайте так, люди. Мы создали культуру, она у нас растет. У нас есть своя история, свои корни, свои рети. Если человек приходит, пришел сюда, и пришел сюда серьезно и надолго, он должен знать эту историю. Если он не интересуется историей и говорит, ему все равно, этот человек не в культуре. Не называйте его рэп-исполнителем, не называйте его хип-хоп-исполнителем. Пусть он развивается через попыль. И тогда это будет явно. Вот такая вот моя позиция. Отношения против всех дел. Поэтому ни одного, ни второго я к хип-хоп культуре отношения эти ребята не имею. Хотя я помню Сяву маленьким мальчиком еще, когда мы приезжали, он из города Пермь по-моему. Мы приезжали туда выступать. Он подходил, брал автограф, фотографировался, я его хорошо помню. Там малышом еще совсем. Так что, я думаю, что на него повлияло как-то, но он все-таки пошел в сторону, не в сторону хип-хопа, а в сторону заработка денег. Заработок денег это КВН, имидж и КВН. Информационное пространство, о котором я уже сказал, и история очень важна. Вот это информационное пространство, как мы с тобой до начала интервью говорили, оно бывает замуслено. Бывают действительно источники, которые преподносят что-то не так, что-то мы действительно можем считать рэпом, роком. Кто-то считает, что КВН – это красиво, кто-то некрасиво. Но на выходе это все равно влияет на артиста, на его заработок. Ведь артист, если он профессиональный, он этим и зарабатывает, он этим живет. И касательно истории. Фейс собрал большую площадку. Нет, ты мне вот скажи, смотри. Он собрал большую площадку в то время, как КОНИКС, мы сейчас с тобой на Большой Садовой беседуем, и через заработок был все время клуб Б2. И они выступали в клубе Б2, который в сравнении с той площадкой, наверное, раз в пять меньше. Почему вот эта история, я так же сам, у меня в флейли записано, у меня есть КОНИКС. Но все зависит от… Слушай, хорошо. Давай так. Все зависит, конечно же, не от того, что какая группа… Ты старыми понятиями живешь. Какая группа… Нет, информационная поддержка. Сейчас объясню. Вот старыми понятиями живешь, когда, знаешь, культовая есть группа, и на эту группу расшибусь, но пойду. Во-первых, нужно первый момент сказать. Из Москвы очень много уехало слушателей хип-хопа, разъехались по Европе и США. В Москву приехали, наоборот, мелкие города. У нас это нужно сообщить сразу всем. Мелкие города – это те люди, у которых не хватало образования, хип-хоп-образования. Во-вторых, эти люди, когда сюда приезжают, чем они занимаются? Да, они пытаются прокормить себя. У них нет денег ни пойти никуда, ни лишнюю копейку, пока они не определятся. Как правило, это нужно 3-5 лет, чтобы на ноги стать в Москве, в столице. Следующий момент. За каждым перевозом любого артиста стоит некий человек, некая организация, которая выделяет определенные деньги на его промоушен, как концертный промоушен. Ты же не говоришь, ты же не говоришь фирму, с которой подписался «Фейс», да? Но ты говоришь «Фейс». Такой «Фейс», легенький и легок на подъем, и такой, пошел туда, заработал миллионы, туда пошел, заработал миллионы, и никто с ним не работает, и никто… Но зритель видит именно артист. Ради бога. Ради бога. За этим всем стоят, конечно же, некие компании, которые определяют возможность вложения денег в данный концерт. Некоторые артисты, очень известные даже, в том числе и хип-хоп-артисты, ну, рэп-артисты, во всяком случае, они там могут даже олимпийские сейчас собрать, и неважно, что у них реально купят там тысячу билетов, остальных 29 тысяч нагонят, наверное, так, что… Известны, да, такие случаи. Да, так, что никто об этом практически и знать не будет. Зато будет биток, и все увидят, что «Вау», как круто. Спрашиваешь, для чего это? Они платят деньги, наоборот, за привод людей. Спросишь, зачем это нужно? Для того, чтобы получить корпоративы. Я знаю, такие случаи имён называть, наверное, неправильно. Да, не надо, это все понимают. Но, вот, все топовые рэп-артисты этим занимаются, чтобы вам было понятно. И нет таких просмотров роликов, когда там, знаешь, 15 миллионов в России, там, или 10 миллионов. Чего? Столько люди не слушают, ну, наш рэп в таких количествах. Я всех практически знаю, ну, так, я езжу по стране и всех знаю, кто, чем занимается. Не важно, уникс меньше собрал, пусть на уникс придёт три человека. Уникс всегда останется классиком. Это же условно. Этого парня, я не уверен, что больше всего гамбургера помнить через год. То же самое, есть люди, которые оставили след в русском, в русской рэп-музике. Есть, которые не оставили. Очень важный момент, мы сделали фильтр давным-давно, ещё в 1994 году, и создали фестиваль, ежегодный международный фестиваль «Рот-мюзик». Куда 10 групп из всего нашего бывшего СССР, ну, все русскоязычные, да, могли бы приехать и побиться за право быть лучшими. И вот этот фильтр, он не даёт, ну, никогда не давал левым группам развиваться. Ну, что произошло в середине нулевых, да, произошло такая вещь, что средства у нас с медиа перестали на это обращать внимание. Ну, то есть, ну, пришли, ну, новички, да, в дело и сказали, а вот этот исполнитель неплохой, а вот эта группа неплохая. Почему бы нам не поработать? Давайте. Вложили деньги, интернет заработал, они начали получить популярность, и они там типа поехали. И они говорят, а зачем нам участвовать в таком фестивале? Ну, и сами крутые. Ну, я говорю, окей, тогда это цена. Придите и попробуйте свои силы. Любые лучшие там рэп, эмси, приходите и побейтесь с теми, которые вот здесь. То есть, здесь, ну, как бы настоящий хип-хоп. И те люди, которые, если эмси, они лучшие там рифмоплеты, да, они лучше всех сделают тебе фристайл, а не на фестивале рок-мюзик. А там раскрученные персонажи, которые иногда двух слов не могут связать, но их увеличают там лучшими из лучших, да. Средством о смене. Те люди, которые в глубинках, мне больше всего жалко. Они верят этому. Они верят просмотру. Просмотром. Они думают, что действительно этот клуб 10 миллионов. И они потом придут на его концерт. И они придут на этот концерт. И они потом, возможно, даже будут цитировать этого исполнителя. А этот исполнитель окажется фейсом. И тогда спросят меня родители этих детей или дети вырастут, а их дети меня спросят. Как ты мог допустить такое? А я хочу сказать, что, извините, ребята, это не хип-хоп. Так что же такое хип-хоп, да? Не все хип-хоп то, что рэп. Это я знаю. Да. И это важно, чтобы понимали все вокруг. Некоторые люди скажут, что нам все равно. Самое смешное, что вот эти вот малыши-тинейджеры, они приходят, как правило, 90% на пару лет. Они слушают там все равно группу Грибы, там, Фейс или Оксимирон. Им все равно. А потом они через два года сливаются. Ушли. Все, забыли. И они будут слушать то, что им будет давать радио. Или хит-парады какие-то. Им не интересно больше. 10% останутся. Они будут интересоваться хип-хопом. И они после того, когда будут расти, они будут углубляться и будут слушать правильную музыку. Вот эти 10% нам очень важны. Каждый год мы эти 10% пытаемся найти. И эти 10% они, как правило, остаются фэнами качественной рэп-музыки навсегда. Вот эти нам люди интересны. Все остальное это хороший хит. Если мне нужен, например, хочу я попасть на русское радио, условно говоря. Блин, ну сделай ты для русского радио специальный формат и попади. Но здесь к тебе вопрос будет от хип-хоп нации. А зачем ты хочешь пойти туда? Да, но мне надо заработать денег, поэтому я пошел туда. Ну и тем самым ты удаляешься от истинной культуры. Поэтому здесь всегда палка в двух концах. Ты хочешь заработать или ты хочешь быть классиком. И вот с этим сталкивается, поверьте, не только хип-хоп сейчас. Также рок, даже и с шансом, и хороший поп-материал. Хороший. Хорошего продума. Все, что я вижу сейчас, меня прямо так обидно задержало. Извините, но, блин, артисты у нас не то, что желают лучшего. Я не знаю, что делать. Я просто, когда вижу наших современных артистов, слезы наворачиваются. Нам надо быть хотя бы не последними в мировой музыке. И надо что-то делать. Надо спасать страну. Вот с чем мы сейчас сталкиваемся. Ты можешь назвать себя, в первую очередь, идейным бойцом? То есть, в первую очередь, ты несешь свою идею, и только потом, как уже профессиональный артист, ты, конечно, этим и живешь, и зарабатываешь, естественно, чтобы жить. Или все-таки время показало, что... Расскажу сейчас. Ну, если прочитать Википедию, опять же, про... Кто такой Влад Валов, да? Там будет написано, что рэп-исполнитель, продюсер, бизнесмен. Ты меня до этого интервью спросил, а бизнесмен? То есть, сейчас таким бизнесменом стал. Я хочу сказать, что бизнесом я начал заниматься еще в школе, и он пошел параллельно, и я в бизнес неплохо преуспел. Но чистым бизнесом я сейчас не занимаюсь, если нельзя назвать мой музыкальный лейбл, что это тоже бизнес. Ну, да, бизнес. Вот. Продюсер, исполнитель, да. Но, прежде всего, меня нужно рассматривать как идеолог. Идеолог хип-хоп-культура. Я, скажем... Ну, то есть, я могу сделать революцию. Ну, в своем жанре, да, в хип-хоп-культуре. Я ее и сделал, на самом деле, в начале нулевых, показав во всей стране, смотрите, у нас есть Бэтби-Альянс. Мы реально тогда очень долгое время все обошли и заразили... Ну, то есть, то, что сейчас вся страна рэп слушает, это непосредственно мои заслуги. Но, хочу сказать, что для меня самое главное, это, конечно же, правильная идеология. Сейчас идеологии нет. Сейчас такое ощущение, что кому-то сверху интересно всех разбить. Разрезать. И сделать тупыми. Сделать тупыми, да. Обратить внимание, заставить людей всех смотреть на рэп-баттлы, чтобы все друг друга ненавидели, бились друг с другом. Стало непонятно, где рэп, где не рэп, где хип-хоп, где не хип-хоп и так далее. Это выгодно для того, чтобы отвлечь от более важных моментов социального уровня. То есть, каждый человек должен четко понимать, что хип-хоп, на самом деле, это движение. Движение очень мощное. Оно может быть и как благое, так и не очень. Ну, в каких руках и кажется. И, естественно, на любую музыкальную революцию нужны деньги. Но наша страна сейчас не готова, скажем так, к такому. Успокоили вот этими баттлами, которые там, фейсами. Ты спрашиваешь, откуда фейс? Что? Ну, фейс. Вложили деньги со всех сторон. О нем поговорили. Молодняк, вместо того, чтобы какие-то серьезные темы поднимать, они слышат про этот гамбургер несчастный. Смотрят на этого мальчика в лосинах, с этими самыми, с эмовским лицом. И это нормально. Это нормально для того, чтобы все взрослые, ну, то есть, уже с мозгами, да, рэп-исполнители, любители рэп-музыки, они сказали, блин, что это за дерьмо играет. Они так и кричат, блин, уберите это дерьмо. То есть, что сделано? Сделано вот этот вот разброс специальный. Вот. Сделано так, чтобы не было преемственности. Ну, то есть, я считаю, что это все сделано целенаправленно. То есть, за средствами масс-медиа стоят более серьезные люди, которые наш русский дух просто берут и берут мачетто и рвежут, разрезают на колбасу, да, и раскидывают. Вот что происходит. Поэтому у меня, я очень хочу, чтобы это время закончилось, и, ну, люди трезво поднимули на какие-то вещи в будущем. Я знаю, что мы останемся навсегда, а новички, которые пытаются плюнуть на корни, не увидеть какие-то важные вещи, проигнорировать их, они ненадолго, собственно. Я в девяносто третьем году закончил университет гуманитарных наук, и моя профессия социолог международного права, да, а, точнее, правильно сказать, социолог международного творчества. Защитил я диплом на тему хип-хоп-культура как социально-политическое явление среди молодежи. Это был первый хип-хоп-диплом в мире. И я продолжаю работу над своим дипломом.